Экономия для студента очень важна, потому что обычно студенты ограничены в своих финансовых средствах. И вот как это сделать, я предлагаю посмотреть несколько под иным углом и сегментировать эту задачу. С вами канал Одна Австралия, я Александр Петров. Когда мы говорим о жизни студентов, это что у нас? Это проживание, это трудоустройство, это обучение, это питание и какие-то другие траты. Давайте посмотрим на питание и другие траты. Мы живем в мире, где все продается, где реклама затмевает необходимость, где вам навязываются ценности, которые на самом деле для вас не нужны, но необходимо продавать продукты или услуги, и вам навязывают эти ценности. Первое, что я бы хотел сказать, питание. Питание должно быть здоровым, питание должно быть желательно, чтобы вы из простых продуктов, из продуктов готовили сами, а не пользовались полуфабрикатами, тем более, не дай бог, не покупали что-то на улице и в кафетериях. Я знаю, что мне скажут, что еда в Австралии чистая, полезная и хорошая. Ребята, давайте так. Вы, наверное, никогда не видели, как готовится эта еда в забегаловках, или как она готовится даже порой в дорогих ресторанах. Те ребята, которые работали в Kitchen Hands, те ребята, которые работали даже в ресторанах, говорят о том, что иногда, и, кстати, довольно часто, нарушаются санитарные нормы. Со всякими вредителями борются очень опасные химией. И в итоге нельзя сказать, что эта еда полезная. По крайней мере, вы можете дома ее приготовить на порядок чище и на порядок дешевле. И вы точно будете знать, что вы едите. И поэтому ваше здоровье будет сохраняться, а значит, будет сохраняться ваша работоспособность. И в конце концов, это будет положительно влиять на вашу эмиграцию. И многое, что другое, что вы покупаете, кроме еды, навязывается вам. Поэтому будьте очень осторожны и всегда обдумывайте, надо ли это вам. Я знаю, вам очень хочется посмотреть эту замечательную страну. Но на данном этапе все эти туры, которые вы едете куда-то винца попить, где-то сырка поесть и многое, что другое, все это ненужное. Это отнимает у вас деньги, это отнимает у вас время. И вы эти деньги не зарабатываете. Время, которое вы вот так вот тратите. Получите заветный вид на жительство и паспорт. Делайте тогда, что хотите. Но время, которого вам, как и денег, может не хватить на получение заветного приза в виде австралийского паспорта, это время и эти финансовые ресурсы не надо тратить бесцельно. Я очень настоятельно вам советую. Что касается проживания. Я знаю, что часто мне ребята говорят, когда я им говорю о каких-то дешевых районах, говорят, ой, боже, да я никогда не буду жить там, где живут индусы, где живут азиаты. Это же не белые люди. Они выглядят не так, у них не та культура. Ребята, во-первых, это проживание студента. Никто не говорит, что вы будете когда-то навеки жить в этих районах. Даже в этом плане, что плохого в этих афганцах, что плохого в этих сомалийцах, каких-то арабах и так далее. Гораздо более преступными являются регионы, районы, где живут белые, где живут, может быть, и аборигены, безусловно. Но где живет наш белый брат, там всегда выше уровень преступности, всегда выше уровень наркомании. Главная причина всех наших преступлений – это алкоголь и наркомания. Я вам серьезно говорю, в остальном, в Австралии нет таких ключевых проблем, которые бы вызывали рост преступности. Здесь нет каких-то межэтнических трений, нет религиозных каких-то проблем. Здесь нет особых проблем с заработком, но все могут более-менее достойно жить, даже особенно и не напрягаясь. Но когда вы мне это говорите, я хочу просто сказать, мне нечему научиться у белых Ози. Они родились серебряной ложкой во рту, у них все было легко в этой жизни. Поэтому чему они меня могут научить? Я вообще даже не представляю, чему я мог бы у них поучиться. Опять-таки, эта культура близкая к моей, я бы не сказал, что лучше, я бы сказал, что хуже, чем моя культура. Немножко разница, но это немножко компенсируется буквально до считанные месяцы, и вы уже часть этой культуры. А увидеть другие народы, узнать их точку зрения на происходящие события в мире, на историю, вы почерпнете знания, которых вы никогда не имели, от которых вас отгораживали, может быть. И это безумно интересно. И от индусов, и от мусульман, и от афганцев, каких-то сомалийцев вы узнаете бездну, порой даже от людей не самого высокого уровня образования. Хотя бы для того, чтобы понимать этот мир, понимать эту жизнь, понимать тех, может быть, работников, которые в будущем будут на вас работать. Неплохо жить в таких многокультурных районах, особенно если двухбедрумник будет стоить вам не 800 долларов, а всего лишь 300 в неделю. И это замечательная цена для Сиднея, особенно если учесть, что вы будете добираться за 25, максимум 30 минут до вашего колледжа. То есть, грубо говоря, вышел и через 30, ну 35 минут зашел к себе в колледж. Почему нет? Там много парковки, там много равных других преимуществ. Очень дешевый шопинг, потому что обычно это люди небогатые, соответственно, что-либо продавать им задорого, ну просто не имеет смысла. Соответственно, все эти рынки, все эти дешевые мясные лавки, все это находится рядом с такими районами. Ну почему там не жить? Почему вы будете слушать каких-то идиотов, которые будут, основываясь на своем опыте, уже очень богатых людей, зарабатывающих не одну порою сотню долларов в час? Почему вы должны слушать их, когда вы работаете за 25-30 долларов, и не всегда вы можете найти достаточно этих часов, чтобы покрыть свои расходы, если вам предлагают жить в каких-то супербелых и супердорогих районах. Всегда думайте об этом. Что касается обучения, я уже неоднократно говорил, что высшие учебные доведения и невысшие учебные доведения, они разделяются только по программам. И вне зависимости будете учиться вы в Австралийском национальном университете, или будете вы учиться в какой-нибудь Кент-институте. Разницы будет немного, потому что преподаватели ходят туда-сюда, они и там, и там преподают. И будет больше играть свою роль ваша прилежность и умение заставить, вот для вас лично, преподавателя выложиться. Что вы в общем-то и будете делать. Поэтому, я думаю, с обучением проблем нет, где бы вы ни учились. Если хотите быть хорошими студентами, вы ими будете. Постарайтесь все-таки экономить, зачем вы будете платить тройную цену. Я видел людей, которые закончили бухгалтерию в том же самом Кори-университете или в университете Сиднея, и точно так же уезжали из страны, потому что так и не смогли в Австралии остаться. Никого не впечатлит то, что вы закончили Сиднея и июня, если вы как специалист из себя ничего не представляете. А стать специалистом, даже знание, это далеко не все. И даже, скажем так, это самая малая толика, которая влияет вообще на ваши качества как специалиста. Теперь давайте посмотрим на последнее, на трудоустройство, потому что с этого многое что начинается. Вы, когда стараетесь работать, постарайтесь все-таки дорабатывать больше в час. В этом случае, если мы не будем брать крайне тяжелые рабочие специальности, обычно это требует особой квалификации, особого ума, и это в действительности заставляет вас расти и расти профессионально, в том числе и в этой сфере. Поэтому надо выбирать такие работы. Но если вы выбираете работы, ну скажем так, по одежке, протягивая ножки, по крайней мере постарайтесь, чтобы вам это было интересно. Если вам это интересно, вы растете как человек, вы стараетесь быть специалистом. Я видел людей, которым очень нравится, несмотря на все их регалии, быть поврами. Я видел людей, которые очень любят быть гипсокартонщиками и прокладывать, допустим, кабели. Люди могут себя найти в мебели и тоже, я знаю, замечательных, очень умных ребят, которые этим занимаются. Но главное, чтобы эта работа была в действительности, профессиональной, а не каждая обезьяна это могла делать, просто научившись в течение недели этому ремеслу. И чтобы вам это нравилось. Если вам это нравится, вы не будете считать каждый час, который вы проведете на работе, и вся эта работа будет для вас удовольствием. И в этом случае вы сэкономите и деньги, и время, потому что у вас будет очень много денег. Потому что вы будете стараться делать как можно больше любимой работы. Вы будете с большим удовольствием идти на работу, чем с работы, потому что придя с работы, что у вас будет? Ну, интернет, ну, койка, ну, поел и все. А на работе у вас будет общение, на работе будет подтверждение вашей значимости, на работе будет заработок, на работе будет свежий воздух, на работе будет все, что, в общем-то, у вас нет дома. Это тоже экономия, потому что эта экономия приводит к дополнительному заработку. То есть экономия плюс заработок, да вообще прекрасно. Обратите внимание на то, что я вам сказал, дорогие друзья, потому что я думаю, что многим это покажется вначале странно. Но потом вы поймете, что на самом деле вот это и есть ваша возможность осесть в Австралию. Потому что достойная эмиграция, это не только эмиграция, но еще и достойная, когда вы удовлетворены тем уровнем, на котором находитесь. А это не обязательно приходит с паспортом. Спасибо.